Глава НАСА Чарльз Болдин недоволен тем, что американские астронавты вынуждены летать на Международную космическую станцию, МКС, на российских космических кораблях. Об этом он написал в своей статье для журнала «Ойр» под названием «Конгресс», «Не заставляй нас летать на попутках с Россией». С любовью. НАСА Болдин выразил недовольство тем, что НАСА была вынуждена продлить контракт с российской компанией «Роскосмос», поскольку самостоятельно доставлять своих астронавтов на МКС США в настоящее время не могут. Стране этот контракт обойдется в 490 миллионов долларов. Ранее Болдин написал письмо Конгрессу, в котором просил выделить эти 490 миллионов, чтобы оплатить 6 мест в космическом корабле «Союз» до 2017 года. В том письме глава НАСА также обвинил Конгресс в неадекватном финансировании программы частных космических перелетов. Космические перелеты – это сложно, но выбор прост, либо мы инвестируем в себя, в наш бизнес, наши навыки, наших людей, либо вместо этого шлем доллара наших налогоплательщиков России, жалуется он Фойерт. Каждый доллар, который мы инвестируем в Москву, это доллар, который мы не инвестируем в американский бизнес, утверждает Болдин. Глава НАСА сравнивает сложившуюся ситуацию с необходимостью постоянно заказывать еду на вынос в связи с отсутствием собственной кухни. «Правда, в этом случае еда на вынос обходится нам в сотни миллионов долларов», – добавляет он. С аналогичными жалобами ранее выступал известный своими антироссийскими настроениями сенатор-республиканец Джон Маккейн. Как сообщали американские СМИ, он был в ярости из-за того, что США, вероятно, придется потратить сотни миллионов долларов на российские двигатели для полетов в космос. С любовью. НАСА Субтитры создавал DimaTorzok